МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие сюрпризы готовит погода жителям Чувашии в ближайшие дни? Песню запевай, что продемонстрировали чебоксарские кадеты и юноармейцы нашим землякам из Москвы. Дни Айги, как отмечают 80-летие великого поэта, почитателей его творчества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов. Самый большой урон стихии нанесла Моринско-Пасадскому, Чебоксарскому и Маргаушскому районам. Туда стягивает всю имеющуюся технику. Как устраняют последствия ЧАЭС? Хронологию событий восстановил мой коллега Дмитрий Ковалев. Последствия мощного циклона в республике устраняют оперативно. Накануне обесточенными от света и тепла оставались 400 сел, но за сутки их количество сократилось в разы. Причем в столице региона электричество удалось восстановить во всех пострадавших домах, а их было почти полторы тысячи. Значит, 221 населенный пункт были подключены, 18 387 домов, 35 372 человека. И плюс, значит, 37 объектов социальной сферы. Из них было подключено 27 школ и 7 детских садов. Остаются 235, количество домов 15 728, количество жителей 36 611. По-другому говоря, если взять удельный вес пострадавших, и по факту на сегодня, можно сказать, две трети части аварии устранены. Остаются одна треть жителей в удельном весе, которые на сегодняшний день еще остаются у нас в беде. Люди работают с честью и достоинством. Они не смотрят на свой рабочий день, они работают в круглосуточном режиме. Оперативные службы работают слаженно, отмечают их руководители. К ликвидации ЧАЭС бригады приступили еще в прошлую пятницу, сразу после разгула стихии. Правительство и муниципалитеты взяли ситуацию под контроль. Однако работу специалистов осложняли обильные осадки. А в ночь на субботу в республике установились холода. Пострадавших домов становилось больше с каждым часом. Перед циклоном не смогли устоять даже крепкие бетонные опоры. Предугадать такие последствия было невозможно. Вообще с ЧП такого масштаба впервые столкнулись даже опытные специалисты. На арматуру гахмопается, я впервые в жизни видел. Я это говорю тоже как специалист, который первое у меня техническое образование. Это как раз техник электрик. Я вешал эти провода, будущие студентам, на производственной практике. Когда в станице в 80-е годы с Чебоксарской энерготехнику мы направляли нас в Завялово. Алтайский край, Завяловский район. И там погодные условия менялись очень сильно. Такие ветры. Специалисты отмечают, что установить железобетонную опору с первого раза могут далеко не все. Рабочим, которые заняты на ликвидации ЧП, это удается сделать за считанные минуты. Во время инспекции в Чебоксарский район глава республики поощрил самых лучших. Так что за работу, за выполнение своих прямофункциональных обязанностей, с честью и достоинством, сейчас следят главы Чувашской республики, с гербом Чувашской республики. Народ Чуваший попал в беду. Наша задача беде не оставлять, быстрее дать электроэнергию. Готов? Рабочим прямо в поле привозят горячие обеды. Столы накрывают в салонах микроавтобусов. Вообще, во время восстановительных работ все службы действуют слаженно, и это невозможно не заметить. Первым делом в пострадавших районах восстановили сотовую связь. Поначалу станции мобильных операторов работали со сбоями. Жители попросту не могли никому позвонить. Первые дни, особенно в этой чрезвычайной ситуации, мы основной упор делали на сотовую связь, именно для того, чтобы было межведомственное взаимодействие оперативное и оперативное для принятия оперативных управленческих решений. На сегодняшний день базовые станции именно сотовых операторов, они восстанавливаются аварийными бригадами, и сами базовые станции переводят на альтернативные источники питания. Работу важных социальных объектов пока тоже поддерживают генераторы. К ним подключают детские сады, больницы и школы. Не возникает проблемы с автовышками. В наиболее пострадавшие места их привозят из других районов и городов республики. Всех частников мы берем вышки сейчас. Все частники, которые из города, заключаем договора, берем вышки. Вот сейчас работа как раз с вышками стоит. Режим чрезвычайной ситуации. Для чего объявляется? Для того, чтобы скоординировать все действия. На призывы о помощи отзываются и крупные заводы. Они предоставляют рабочим необходимую технику. Одно из предприятий города Шумерля отправило в пострадавшие районы генераторы. Поддержали республику и другие регионы. Аварийные бригады прибыли даже из Владимирской и Оренбургской областей. Скоординированные действия и эффективное взаимодействие органов власти позволило за короткий промежуток времени восстановить те аварии, которые произошли в электрических сетях и системах и на объектах жизнеобеспечения. Когда у нас чрезвычайные ситуации происходили в Туфси, в Ибресенском районе, на ряде других территорий, я говорил и подчеркал, что беде мы людей никогда не оставляли и не будем оставлять. Режим чрезвычайной ситуации еще не отменен. Пострадавшие районы необходимо отправить дополнительные силы. К этой работе намерены привлечь электриков из Новочебоксарской и Чебоксар. Глава региона отметил, что последствия необходимо устранить в ближайшие дни. Похоже, что у чебоксарцев сложился своеобразный рефлекс. Услышал треск дерева и отошел подальше от этого места. Но погода продолжит испытывать жителей. По прогнозам синоптиков, в Чуашию придут морозы до минус 15 градусов. И сейчас власти ставят задачу, как можно скорее очистить улицы от упавших деревьев. К этой работе подключаются даже обычные горожане. Они не только убирают мусор, но и помогают выбивать лед с проводов. Глава республики отметил, что режим ЧС будет снят, когда электричество восстановят во всех домах. Пока же подсчитываются объемы материального ущерба. Михаил Игнатьев отправил письмо председателю правительства России с просьбой выделить Чувашия 75 миллионов рублей. Митр Ковалев, Андрей Спиридонов и Сергей Рябчиков. Республика. Ну а чего еще ждать жителям республики от погоды в ближайшее время? Ответы на эти вопросы искала в гидрометцентре Чувашии Юлия Важенина. Еще только середина октября, а норма по осадкам за этот месяц уже перевыполнена. На сегодняшний день их выпало 64 миллиметра, что составляет 123% от месячной нормы. И как оказалось, синоптикам пока нечем порадовать жителей Чувашской республики. Погода в ближайшие дни еще покажет свой характер. Сильный гололед. Именно этим опасным метеорологическим явлением и объяснили погодный катаклизм, прошедший в минувшие выходные по республике специалисты гидрометцентра Чувашии. Они считают, что термин «ледяной дождь» в данном случае неуместен. Сразу скажу вам, что никакого ледяного дождя не было. Ледяной дождь – это отдельное метеорологическое явление, очень интересное. Это, знаете, ледяной панцирь, а внутри вода. И когда он падает на землю, то он раскалывается, этот панцирь, и на земле остаются ледяные скорлупки. Вот такого у нас не было. У нас произошло следующее. Значит, наверху остался теплый воздух, а у земли пошел холодный. То есть снег не образовывался в теплом воздухе, там еще был дождь. И вот этот сильный дождь, он падал и затвердевал на всех поверхностях. Вот. Опять падал дождь, опять замерзал, падал дождь, замерзал. И вот так у нас образовался настоящий гололед. У наших соседей в Нижегородской области, Мордовии и Республике Мариэл, циклон тоже прошел, но более спокойно. У них образовался снег, наблюдались небольшие гололедные отложения и налипание мокрого снега. Но все же не в таких масштабах, как в Чувашии. Не успели мы справиться с последствиями этого ЧП, как к Республике уже приближается новый циклон. Сейчас нам пережить, самое главное, следующий день, то есть 22 октября. Подходит очередной циклон, он принесет с собой опять очень много осадков в виде дождя, снега, мокрого снега. Начнутся туманы, то есть влажность будет высокая. И вот этот гололед, есть такая большая вероятность, что он продолжит нарастать. То есть гололеда может быть еще больше. Плюс к этому еще может добавиться налипание мокрого снега на уже гололеде, который образовался. Температура воздуха у нас сейчас немножечко повысится, ну как, на пару градусов. То есть ночью мы будем иметь где-то 0-5, но с завтрашнего дня, вот к вечеру, начнет холодать. Сейчас на территории республики действует предупреждение об аномально холодной погоде. А это значит, среднесуточная температура ожидается на 7 градусов ниже, чем климатическая норма. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Природные катаклизмы октября заставили напряженно работать и представители страхового бизнеса республики. Поврежденные автомобили стали причиной повального обращения автолюбителей в страховые компании. Те, в свою очередь, только подсчитывают размеры причиненного владельцам ущерба. Наша съемочная группа встретилась с представителем одной из страховых компаний и узнала, что делать, если на капот автомобиля упала ледяная ветка. Данный случай, считают специалисты, подходит под пункт «Чрезвычайные погодные условия». Однако, каждое заявление рассматривается индивидуально. Все зависит от того, как застрахована машина. ОСАГО не является страхованием ущерба вашей машине. То есть, если нет виновника ДТП, второго участника, и если это не ДТП, то ОСАГО в данном случае не действует вообще. В отличие от этого КАСКО, это страхование именно ущерба вашей машине. Ущерба в случаях, предусмотренных договором, предусмотренных правилами. То есть, это ущерб вашей машине, в том числе и в случае стихийных бедствий. Но даже наличие полиса КАСКО – это не панацея. Погода еще будет удивлять. Поэтому для собственного комфорта и сохранности имущества МЧС «Чувашия» рекомендует временно не парковать автомобили близ больших деревьев. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Равнясь, смирно, вольно. Эти и другие команды накануне можно было услышать в Дворце детского и юношеского творчества. Там прошел смотр, строй и песни. Организатором стала Московская общественная организация «Сыны Отечества». Она объединяет военных выходцев из Чувашии. Здесь не путают правые и левые. Команды выполняют беспрекословно. Опытные глаза не упустят ни одной ошибки. В смотре конкурса участвовали 18 кадетских классов и отрядов юноармейцев. В команде 8 класса 36-й школы ритм задавала Мария Викторова. Девушка признается, вести строй сложно, зато за косички командира никто дергать не осмеливается. «Это большая ответственность. Быть командиром – это не просто носить форму. У нас в школе проводятся разные дополнительные занятия, в том числе и строевая подготовка, и военное дело. Мы маршируем, стреляем, собираем и разбираем автомат Калашникова». Все эти навыки ученикам на конкурсе явно пригодятся. Строевая подготовка – лишь один из видов программы. «Здесь у нас, как вы видите, по пяти номинациям соревнуются кадеты и юноармейцы. Это строевая подготовка, основа стрелкового дела, сборка-разборка оружия, физическая подготовка, знания истории Отечества и бальные танцы». Ветераны отмечают уровень участников растет, но расслабляться рано. В следующем году в Чебоксарах планируется провести уже республиканский смотр-конкурс. «Дни Айги» – так организаторы назвали серию культурных событий и встреч, посвященных 80-летию поэта Геннадия Айги. Эту знаменательную дату поклонники его таланта отмечают в течение всего этого года. Поэт-авангардист известен не только в России, но и за рубежом. В рамках нынешней трехдневной акции состояется с фотовыставка, презентации книг, круглый стол с участием переводчиков и исследователей творчества поэта. Так сложилось, что народный поэт Чуваши – один из наиболее издаваемых и почитаемых поэтов-авангардистов во всем мире. Его читают и переводят более чем в 50 странах мира. Книга «Мир Сильвии» вышла в переводах на 12 языков. Сама история создания книги необычна. В 1991 году Геннадий Айги остановился в Париже у женщины по имени Луизы де Пилла, у которой была маленькая дочь Сильвия. В день, когда пришло время прощаться, мать попросила поэта написать в новую записную книжку дочери несколько слов на память. В книжечке было 32 страницы. На каждой из них за 32 минуты поэт написал по строчке. Ребенок в это время спал. Через какое-то время эту книгу нашли друзья поэта из Франции и напечатали на двух языках. Первые впечатления невероятно благодарственные, радостные. Сразу все это дышит любовью, вкусом. Кстати, в Национальной библиотеке в эти дни открылась выставка Анастасии Новиковой – молодого художника, чьи иллюстрации вошли в книгу. Малая родина всегда была для Геннадия Айги местом, где он черпал вдохновение. Вот и на этот раз в деревне Шаймурзина Батаревского района не обошлось без любимых песен земляка. В родной школе поэта все дышит его творчеством. Одиннадцатиклассники изучают стихи Айги по отдельной программе. Много делегаций, в том числе и зарубежных делегаций. Вот в прошлый раз в числе делегатов был такой фанат творчества Геннадия Айги. Он приехал из Краснодара автостопом. И у нас он неделю жил, ночевал на могиле Геннадия Николаевича. Там у него появилось стихотворение. Теперь в школьной библиотеке будет и книга «Мир Сильвии». Клига, которая вся, в общем, не то чтобы детская, она какая-то о детская и сквозь детская. Она вся вот пропитана этим ощущением. Я думаю, что совершенно нету какой-то разницы. У нее такой принципиальной адресованности, по-моему, это не было. Вот. И мне очень радостно, что она сегодня будет открыта на многих языках. С удовольствием приезжает на родину мужа Галина Куборская Айги. У нее много приятных воспоминаний. В конце 90-х Геннадий Николаевич получил премию в Южном Тироле и поэта Нормерта Касара. Он в честь этого перевел одно его стихотворение, которое называется по-немецки пихта, ляхи. А по-русски, то есть по-чувашки, Генн сказал, что у них такого нет. Он сказал, что это черная ель. Как будет? Хура? Хура? Хыр. Хура-хыр. Вот что-то вроде хура-хыр. Друг подарил Айги пихту, и он посадил ее на родине. Из 30 сантиметров саженца получилась высокая зеленая красавица. Она как символ вечной жизни. Также вечно с нами будет и поэт, прославивший чувашию на весь мир. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения другого поэта Михаила Лермонтова. По этому поводу в Национальной библиотеке Чуваши состоялся бал. Все было в соответствии с эпохой, в которую жил поэт. На Лермонтовском балу побывала и наша творческая группа. Оказывается, XIX век не так уж далек от нас. Достаточно надеть бальные костюмы, воспроизвести музыку тех времен, и вот она. Атмосфера салонных вечеров, которые посещал великий поэт. Он не очень их любил, но правила хорошего тона заставляли его бывать в обществе. Историки утверждают, что в роду Лермонтовых были шотландские корни. Поэтому на балу можно было увидеть старинные национальные танцы. XIX век, XVI, XVII век – это еще эпоха прекрасного, эпоха куртуазности. Эпоха куртозного общения с дамами и кавалерами. Сегодня не все молодые люди, не все девушки знают, как общаться друг с другом, как танцевать, как разговаривать. Показать это и решили участники студии. Мы очень любим танцы. Очень любим. Скажите, почему? Мы ходим в ДК «Салют» ежедневно. Поэтому мы все время ходим, мы не можем практически. Непринужденная светская беседа, которую принято вести в салонах, конечно же, была посвящена поэту. Говорили о его нелегкой судьбе, особым мироощущении и великом поэтическом даровании Михаила Лермонтова. А чтение его стихов еще более помогло понять душевное терзание поэта. Дубовый листок отодвался от ветка родины, и в стеке укатился жестоко, в буре и гонимый, засох и увянул от холода, зноя и горя. И вот докатился до Черного моря. Екатерина Абрамова, Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Республика. В октябре отмечается Международный день борьбы с остеопорозом. Бытует мнение, что остеопороз традиционно женская болезнь, но страдают этим недугом и мужчины. Медики ставят диагноз одному из пяти обратившихся представителей сильного пола старше 50 лет. Именно поэтому день борьбы с остеопорозом в этом году проходит под лозунгом «Здоровые кости, сильный мужчина». Подробности в следующем сюжете, а я с вами прощаюсь. До завтра. Более ста врачей приняли участие в конференции, посвященной проблемам остеопороза. В их числе ведущие специалисты из Москвы, Ярославля и Казани. Остеопороз не просто возрастное изменение скелета. Это заболевание, которое сопровождается снижением прочности кости и повышением риска переломов. Среди неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после болезни сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. Ситуация с остеопорозом достаточно сложная и нарастает как ком. Население земли стареет, население земли имеет большую продолжительность жизни и хочется, чтобы эти люди не только долго жили, но жили качественно. И мы должны дать эту возможность. Бороться с этим недугом нужно комплексно. Специалисты Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Республиканского Центра профилактики остеопороза разработали целую систему профилактики и лечения этого недуга. Ежегодно врачи оперируют около 250 пациентов с переломами шейки бедра. Особый подход к профилактике. В центрах работает школа здоровья для пациентов, больных остеопорозом. На конференции рассказали о скандинавской или северной ходьбе, как способе противостояния недугу. Это вид ходьбы, при котором используются специальные палки наподобие лыжных. Она особенно полезна для людей старшего возраста, так как во время занятий разгружаются суставы ног и повышается их устойчивость. Просто идем, да, с прямой спиной, со всем этим животом, идем, смотрим вперед, макушкой к солнцу, улыбаемся. Анатолий Сорокин занимается спортом всю свою жизнь. Он каждое утро делает зарядку, участвует в спортивных проектах. А совсем недавно плакат своего изображения стал символом позитивного образа российского мужчины. Чтобы сохранить жизненную силу до глубокой старости, нужно соблюдать нехитрые правила. Поделился Анатолий Сорокин. Вести здоровый образ жизни, вредных привычек не иметь и не увлекаться. Наркотик разговорный может быть. Заниматься оздоровительной физкультурой, включая туда и гимнастику, и ходьбу, и бег. Быть на свежем воздухе. Обязательно ходить. Ходить. Профессиональный подход к делу был отмечен благодарственными письмами. Их вручил депутат Государственного совета Николай Малов. Вам также большое спасибо, так держать. Неожиданно, спасибо. Нас принципиально важно, чтобы папы наших детей были примером для подражания. Конечно, были здоровы и сильны. Спасибо. От науки к творчеству. Кроме конференции, организаторы подвели итоги конкурса «Мой папа самый лучший» и вручили призы участникам. Пациенты, слушатели школы здоровья, участники конференции попробовали себя не только в роли художников, но и в качестве поэтов и музыкантов. Обещаю я себе чаще в зеркальце смотреть. Молоко, бунжур, десерт, коврик затереть на дыр. Молочный стол, к которому были приглашены в завершение дня участники конференции, наглядно показал, как важно присутствие в организме человека кальция. Так, за два дня жителям республики рассказали, что остеопороз – болезнь серьезная, но с ней можно бороться, применяя различные методы профилактики и лечения, и сохраняя при этом качество жизни. Наглядный пример активной старости – бабушка из британской «Минуты славы». Этот видеоролик собрал огромное количество просмотров. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, «Республика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова